Я хочу вам показать, как готовится песто. Изначально песто делалось только из базилика. Сейчас же можно добавить любые комбинации зелени, которые у вас есть. Я буду готовить песто из трех разных зеленых трав. У меня здесь на столе шпинат, вот это базилик и там у меня немножечко петрушки. Обязательно в песто также нужно добавить чеснок. У меня вот несколько зубчиков чеснока. В оригинальный рецепт песто добавляют кедровые орешки. Вот у меня здесь кедровые орешки. Но можно, если у вас нет кедровых орешек, можно добавить грецкие орехи. Тоже будет очень вкусно. И также нам понадобится соль и оливковое масло обязательно. Для приготовления песто нам нужен или блендер, или кухонный комбайн, что у вас есть в наличии. Я буду делать в кухонном комбайне. Засыпать в кухонный комбайн и добавить соль, оливковое масло и все хорошенько до однородной кашицы перемешать. И все, песто будет готово. Мы засыпем наши травки. Листья базилика. Листья петрушки. И листья шпината. Добавим наш чеснок. Кедровые орехи. Соль по вкусу. И заливаем оливковым маслом. Оливковое масло должно быть приличное количество. Примерно такое же количество, сколько и зелени у вас. У меня здесь чуть больше 100 грамм зелени. Поэтому я добавлю не менее 100 миллилитров оливкового масла. Можно даже 150. Наш соус песто готов. Он очень-очень вкусный. Этот соус вы можете добавить в блюдо. Или можете просто сделать бутерброд с песто. Будет очень вкусно. Я уверена, что всем вам очень понравится. Хранить можно и нужно в холодильнике. Приятного аппетита. Пробуйте и наслаждайтесь.